О чудесах Люблю размышлять по ночам. Это очень удобно. Пока все вокруг крепко спят, можно не спеша всё обдумать. Именно ночью приходят многие осознания. Этой ночью я размышляла о божественных чудесах, благодаря которым евреи сорок лет странствовали по пустыне Синай. Подумать только, многодетные семьи с маленькими детьми прожили в пустыне не день и не два, а бесконечные сорок лет. Это было благословенное время, когда Господь явил людям чудеса настолько яркие, что не оставалось ни капли сомнения в их божественной природе. Хочу перечислить их, словно нанизывая драгоценные камни великолепное ожерелье. Семь облаков славы Мам, хлеб в пустыне Облачный столб днём и огненный столб ночью Скала Моисея, дающая воду в пустыне И, наконец, чудо у берегов Ямсу Все эти невероятные природные явления служили одной цели – укрепить веру людей во Всевышнего. Семь облаков славы защищали от жары, ветров, диких животных, змей и скорпионов. Люди физически не болели, а их одежда не ветшала и оставалась чистой. Видя поднимающийся облачный столб, люди знали, что это знак к движению вперёд. Огненный столб помогал идти и ночью. А что означает выражение «Бог даст день, даст и пищу»? Мам, хлеб в пустыне, выпадал каждое утро для скитающихся людей. Любая семья могла собрать столько крупинок, сколько необходимо было на день. Только в седьмой день недели, в шаббат, этого не происходило. Зато накануне, в шестой день, можно было собрать двойную порцию мана. При выходе из Египта даже море раступилось по воле Всевышнего, чтобы дать евреям возможность спастись от настигающей египетской армии. Накшон, сын Аминадава, первым вошёл в бушующее море. Морская пучина раступилась, образуя две водяные стены по бокам. В те далёкие времена Красное море называлось Ям-Сув, Тростниковое море. Волны сомкнулись вновь над головами египетских воинов. Вот какие чудеса. Друзья, сегодня я приготовила вам подарок. Для того, чтобы всеобъемлюще разобрать тему о чудесах, я хочу продемонстрировать вам свою картину из серии «Синай». В процессе работы я задумалась о том, как изобразить чудеса. То есть, как можно изобразить то, что надприродно, но очень близко к природному. И вскоре пришло решение. Когда-то очень-очень давно я видела небо, оно было нежного, светло-зелёного оттенка. И весь мир вокруг казался нереальным, как из фантастического фильма. Посмотрите, пожалуйста, на картину. Вы видите, как играют краски, как создаётся это ощущение нереальности, волшебства, чудес. И вот это небо, о котором я вам сказала, по моему мнению, оно очень хорошо способствует созданию этой атмосферы чудес, божественных чудес, которые сопровождали евреев в пустыне Синай. Сегодня мы не можем с вами попробовать ощутить вкус мана, хлеба пустыни. Сегодня мы не можем воочию увидеть, как раступаются воды моря. Но надо сказать, что воды раступились только тогда, когда Накшону, сыну Аминадава, морская вода доставала уже до подбородка. Путь веры во Всевышнего, изучение Торы позволяет нам сегодня духовно прикоснуться к божественным чудесам и ощутить эту бесконечную благодать. Всего вам доброго! С вами была Яэль Коэн. Мы продолжим с вами чтение книги, моей книги «Это Синай, детка». В следующий раз поговорим об истории Золотого Тельца. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok